Большое итоговое совещание, прошедшее на текущей неделе в УВД Брестского облсполкома, стало поводом для того, чтобы обозначить главные результаты года ушедшего, а также определить стратегию работы на 2018-й. Участие в коллегии принял первый заместитель министра внутренних дел страны Иван Подгурский и губернатор региона Анатолий Лис. В целом, милиция Брестского региона эффективно сработала в 2017 году. Общее количество зарегистрированных преступлений по всем линиям служб по сравнению с 2016-м годом снизилось на 6,3%. Это касается и работы уголовного розыска, и деятельности структуры наркоконтроля и противодействия торговли людьми. Брестске – это достаточно стабильный регион, который из года в год имеет положительные результаты как по выявлению и раскрытию преступлений, так и по обеспечению охраны общественного порядка и связанности с безопасностью людей. Год удался не только для Брестсины, год удался в целом для республики с выявлением преступлений, раскрытием преступлений. Звучали в рамках коллегии не только цифры по итогам года, но и предложения. Одной из них – обязательно установка камер видеонаблюдения в новостройках области. Сегодня система активно используется в рамках организации школьного процесса. Как показывает практика, это позволяет быстрее и эффективнее раскрывать преступления. Однако залогом безопасности руководство ведомства считает все же труд людей и взаимодействие со смежными структурами. Сокращение преступности отмечается не только в Брестской области. Сокращение преступности отмечается в целом в республике. В первую очередь нельзя сказать, что только здесь заслуга милиции. Заслуга всех субъектов профилактики, которые уделяли внимание и сохранности имущества, и добровольным народным дружинам, которые принимали участие в патрулировании улиц, деревень и помогали милиции для того, чтобы обеспечить порядок и безопасность людей. Мы будем корректировать свою работу с учетом того, чтобы максимально обеспечить безопасность людей и позволить им комфортно жить. Возможность обязать строителей устанавливать камеры видеонаблюдения в новостройках будет рассмотрена с точки зрения правомощности на законодательном уровне. Что же касается планов на 2018-й, то работа по обеспечению безопасности граждан будет продолжена. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова